Девушки отдыхают В целом это у нас бой за чемпионский пояс в среднем весе этой организации. Насколько я понимаю, чемпионом там является Фариду Надилов, потому что именно он изначально был чемпионом в организации Gorilla Fighting Championship. Затем, соответственно, когда эта организация перетекла в Eagle FC, также здесь он провел два боя в статусе чемпиона. Ну и, собственно, некоторое время не выступал, примерно год. За это время Дорен Ермеков сумел выиграть временный пояс чемпиона в среднем весе. И, соответственно, если я все верно понял, вы, конечно же, можете поправить меня в комментариях, если что-то не так. Соответственно, этот бой будет такой объединительный за пояса. Ну, собственно, если вы немножечко следите за инфополем СНГ, то вы могли видеть интервью Александра Шлеменко перед боем, собственно, его крайний смага Исмой, где он говорил, что он уже и забыл, кто такой этот ваш Фариду Надилов. Ну, что ж, я надеюсь, что он посмотрит этот ролик, потому что давайте мы-то с вами не будем забывать, мы будем разбираться, да, что это за бойцы. Фариду Надилов по базе самбист, многократный чемпион Таджикистана по самбо, также участвовал, если я все верно понял, в каких-то еще континентальных соревнованиях, также по самбо. Также у него есть некоторая база по вольной борьбе, и, ну, вы уже понимаете, что все это в совокупности делает его, ну, довольно-таки неплохим бойцом по своим навыкам, и это действительно так. На данный момент у него только два поражения в карьере, да, причем, ну, надо сказать, что одно было довольно-таки давно, прям весьма. Ну, и, собственно, одно из них, Шавкату Рахмонову, небезызвестному, да, очень хорошему бойцу, возможно, там, топу или чемпиону UFC в будущем, ну, мы пока не знаем. И я хочу отметить, и я уже не раз говорил, да, этот момент, когда говорил про Шавката Рахмонова, что бой Фариду Надилов дал Шавкату просто достойнейший, просто действительно классный, замечательный бой, отличный отпор. И я вам так скажу, да, в этом бою был нокдаун в исполнении Фариду Надилова, то есть он действительно жестко поймал, потряс Шавката, отправил его на настил, не сумел доработать, и, собственно, в третьем Шавкат уже сам его сумел удосрочить. Поэтому, в целом, ну, действительно достойное выступление. Что касается последних поединков, ну, по большому счету, в целом, победы довольно-таки уверенные, и мы, опять же, можем видеть по боям, что Фариду Надилов, он, в принципе, в целом, он умеет все, да, то есть у него вполне хорошая вменяемая стойка. Он действует зряче, да, он действует думающе и неплохо передвигается на ногах, обладает и панчем в том числе. Ну, и, конечно же, борьба, ну, да, куда без этого, естественно, борьба весьма тоже хорошая. Хочу отметить такой момент, что в начале 21-го года в бою с Сергеем Калининым как раз-таки был 5-раундовый бой, да, собственно, здесь был моментик, да, Сергей Калинин, вот не помню, по-моему, во втором раунде, тоже поправьте, если я не прав, во втором раунде Сергей Калинин отправил Фаридуна Надилова в нокдаун, ну, прям в такой, в нормальный, по-моему, был удар снизу, да, пропустил Фаридун, упал, и вот что мне очень понравилось, как невероятно быстро там сориентировался Фаридун Надилов, да, там просто вот буквально его отправляют в нокдаун, пытается Калинин налететь, да, на него с добивающими ударами, там буквально 5 секунд смена позиции, и просто уже Фаридун закрывает удушающий прием. Я просто смотрю, думаю, вау, ну, действительно классно это было, ну, и, собственно, восстановился тогда Фаридун Надилов, и в четвертом раунде сделал свое дело, выиграл удушающим приемом, собственно, доказав, да, доказав то, что он является чемпионом этой организации по праву. Итак, также, да, я еще хочу отметить, что здесь уже есть, знаете, некоторый трэш-ток определенный, да, некоторая раскрутка этого боя, и Фаридун, и Даурен пытаются друг друга поддеть, да, что-то говорят, но в любом случае, вы сами понимаете, что все эти вопросы окончательно решатся, да, исключительно в октагоне. В любом случае, да, Даурен Ермеков, а, ну, еще, кстати, напомню, довольно интересно, да, Фаридун Надилов, у него прозвище Терминатор, весьма классно, по-моему, да, собственно, и некоторую внешнюю схожесть он действительно имеет. Даурен Ермеков, его прозвище Казах, ну, необычно, согласитесь, да, что-то такое оригинальное, ну, это, естественно, шутка, без какого-либо неуважения. Даурен Ермеков, на самом деле, тоже классный боец, ну, вот здесь в тополаже у него написано, что база Панкратион, Панкратион, возможно, да, я лишь точно могу сказать, что у него такая, знаете, довольно обширная любительская карьера в ММА, и это, конечно же, тоже замечательное подспорье, да, для профессиональной карьеры в ММА также. Что касается Фаридун, ну, он у нас участвовал очень-очень много где, да, и в М1 дрался, и в Аллаш Прайд, в Файт Найтс, ну, здесь действительно для, именно для СНГ, да, набор такой весьма и весьма внушительный. Собственно, бился он в организации Горилла, да, завоевывал там временный чемпионский пояс в бою с Артуром Гусейном, побеждал того же Сергея Калинина, ну, и, собственно, надо понимать, да, что сейчас вот уже, когда Горилла превратилась, да, в Игл, Даурен здесь уже провел два боя, и я хочу сказать, что прям хорошие бои. Действительно, он выиграл у Маханова, да, у которого было 7-0, выиграл благодаря своей борьбе, да, бой, кстати, был реально сложный, действительно сложный, непростой, если я все правильно помню, по раундам 2-1, по-моему, Ермеков там второй-третий забрал. Ну, собственно, самое главное, да, что он сумел добиться победы, он сумел выиграть человека без поражений, действительно, неплохого бойца, но в крайнем бою он встречался с Гамзатом Хиромагомедовым, как раз-таки уже завременный пояс в организации Игл, и на самом деле просто замечательное выступление показал, прям доминирующее, да, выиграл во втором раунде забиванием в партере и в целом достойно смотрелся. Вот, ну, единственное, что хочется, конечно, все-таки с холодной головой, да, подойти к оценке этого бойца. Объективно говоря, Гамзат был явно не в своей лучшей форме, и это мягко говоря еще, прям вот очень мягко говоря, да, он прям был, ну, не сильно хорошо готов, скажем так, не сильно хорошо готов, вот. И плюс там были какие-то сложности с прибытием на турнир у Гамзата, да, что-то там у него не получалось, он там в последний момент, и, по-моему, были какие-то серьезные проблемы со сгонкой, ну, в любом случае, так или иначе, какие-то там прям были реально серьезные проблемы у Гамзата, и он, конечно, показал, ну, совсем невнятное выступление, но никаких вопросов, конечно же, к Ермекову нет. Хочу отметить, да, что крайнее поражение у него было от Владимира Минеева, и в целом я хочу тоже отметить такой моментик, что этого бойца нокаутировать тоже можно, да, то есть три из пяти его поражений именно нокаутом, либо техническим нокаутом, это, конечно же, не совпадение, но в любом случае, друзья, это как бы средний вес, ребята довольно-таки большие, да, по идее здесь каждый-каждого может нокаутировать. Вот с Владимиром Минеевым, ну, было, в принципе, был разгром абсолютный, да, в исполнении Минеева, потому что Даурен Ермеков совершенно ничего не мог сделать, то есть Токи он просто сильно-сильно уступал, был действительно на голову ниже, и, соответственно, подустал, да, его разбивали, борьба не проходила, он просто уже очень дико устал к третьему раунду, был потрясен и забит, вот, и рефери тогда был вынужден вмешаться, вот, ну, а в целом, опять же, Даурен Ермеков, я лично его оцениваю как бойца довольно-таки универсального, да, то есть у него нормальная вменяемая стойка, но сильная сторона это партер, да, в моем понимании, сильная сторона это все-таки партер, и в основном он все-таки старается бороться, и именно благодаря партеру, да, выигрывать свои бои. Что касается этого поединка, кстати, странно, да, что на гидстатс фотографию Фриду Надилова не добавили, почему-то непонятно, вот, что касается этого поединка, да, сразу вам скажу, что коэффициентов, к сожалению, я пока не видел, поэтому без коэффициентов просто оценим, в моем понимании, у кого больше шансов, да, у кого меньше шансов, и сразу скажу, это мое личное субъективное мнение, так или иначе, из того, что я видел, что я могу сказать, я считаю, что Фриду Надилов здесь более вероятно одержит победу, как мне кажется, в стойке он работает все-таки получше, да, то есть мне показалось, что он более техничный, мне показалось, что он, знаете, такой более выверенный, что ли, боец, опять же, более опытный в пятираундовых боях, это определенно, да, мы уже видели, что у него с кардио порядок, он умеет работать на длительной дистанции, он это доказал, ну и именно поэтому, ну и плюс, опять же, учитывая, конечно, его самбистское прошлое, учитывая его базу, да, какая у него присутствует борьба, я думаю, что все-таки от борьбы от защищаться он, скорее всего, способен от Даурена Ермекова, и если он будет лучше в стойке, тогда все хорошо и прекрасно, но, конечно же, у Даурена тоже присутствует шанс, потому что ударчик там есть, и мы знаем, что Фаридун Адилова, да, то есть он был ранее нокаутирован, более того, как я и сказал, бой назад все-таки был он в нокдауне, поэтому мы понимаем, что как ни крути, а потрясти его все-таки можно, поэтому такой шанс тоже присутствует у Даурена Ермекова определенно, и мы будем иметь это, конечно же, в виду. Ну, опять же, в целом, если кому-то отдавать предпочтение, если все-таки, да, определенно нужно сказать, кто в моем понимании здесь, скорее всего, одержит победу, я бы сказал, что это, наверное, Фаридун Адилов, но посмотрим, конечно, еще какие коэффициенты выкатят, потому что кто выиграет и какую делать ставку зачастую, это немножечко разные вещи, да, если вы понимаете, конечно. Вот, ну, в целом, вот такие вот у меня выкладки, друзья. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этого боя, кто, по-вашему, наиболее вероятно здесь одержит победу, и каким образом это будет весьма интересно, желательно, конечно, аргументируйте немножечко, да. Ну, а в целом у меня все. Я хочу, конечно же, пожелать, чтобы этот бой не сорвался ни в коем случае, чтобы все хорошо, полноценно, подготовленно подошли к этому поединку и показали нам действительно классный, зрелищный бой, достойный главного боя на таком турнире, да. Ну, напомню, да, Eagle FC 51, 10 декабря в Казахстане, турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Соответственно, хочется здесь увидеть достойнейший, классный главный бой. Я надеюсь, именно такой бой парни и закатят. Но, опять же, если кому-то надо отдать предпочтение, я бы все-таки отдал предпочтение Фариду Надилову, и за него я здесь буду болеть. И повторюсь, да, ставьте лайк, пишите ваше мнение. На сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!